Всех приветствую на Wall Street Online. Каждую пятницу в 20.00 по этой же ссылке мы здесь собираемся и рассматриваем основные фьючерсные рынки с точки зрения объемного анализа, ну и маркет профайл. Так, первое, что у нас на повестке – это новости, которые были на неделе и которые будут на следующей неделе. Значит, не знаю, кто следил, может, знаете, но в воскресенье 10 мая Национальный банк Китая понизил процентную ставку с 5.35 по 5.10. Ну, в общем, маленькими шажками Китай идет по той же самой тропинке. Ну, правда, там 5.10%, но все равно, что и Штаты. Значит, еще отчитывалось ПВП Франции квартально, у них чуть лучше ожидания, в Германии считалось чуть хуже. Ну, у них постоянно то те, то другие. вот. И евросектор, в принципе, остался на уровне без глобальных изменений по ВВП. те, кто следил за отчетами сегодня, отчиталась Российская Федерация по ВВП. Тоже квартальный, было 0.4, ждали вообще минус 2.7. Слава Богу, отчитались 1.9. Вот. Поэтому сегодня-таки в 16.00 был отчет. Вот. Считались чуть лучше, чем ждали аналитики, но, возможно, завышены были вот ожидания аналитиков. Ну, 1.9 это не сильно хорошо на самом деле, но, возможно, все изменится. Так, что еще интересного? Ну, на следующей неделе, ну, помимо того, что у нас и СНП, и российский рынок пришли к такому интересному максимуму акций, крупных компаний уже смотрят на снижение. Вот. И «Газпром» и «Сбербанк» пришли к значительным уровням. Ну, на следующей неделе будет, я думаю, достаточно важный, решающий момент. На следующей неделе нас ждет в следующую пятницу по России уровень безработицы, отчет. И в среду и в четверг штаты будут штормить волатильностью в среду фомка, минус, правда, но все может быть. Тоже поздно вечером в среду и в четверг вдобавок, опять же, jobless claims. Они отчетами по безработице варьируют как им угодно, но все равно волатильность раскачивается существенно, поэтому там аккуратнее. В общем, те, кто любит прокатиться на сильных движениях, это среда и четверг, особенно в среду под фомку. В четверг будет продолжение. У нас S&P у максимума и нужно сейчас решать, корректироваться. Тут остался практически месяц до экспирации юнического контракта и потом уходим на сентябрьские практически такие бизнес-каникулы. Вот. Дотащили до максимума. То есть, в принципе, свою норму, план действий выполнили. До лета тащить до самого максимума. Ну, в принципе, в четверг еще добавят разрешение на новые дома, либо продажи новых домов, там не отчетливо. И, в принципе, вот такие нас ждут новости на следующей неделе. Остального, если что-то пропустил, либо не заметил, можно посмотреть в экономическом календаре. Вот так вот. Так что, в следующей неделе не пропустите. Я думаю, что будет достаточно, ну, ключевое, важное движение и на российском рынке, и на S&P, по штатам. Вот. Драга на этой неделе заявил, что печатный станок выключать не будут. То есть, да, в принципе, нет причины его выключать. Все повисли в этих кредитах и в дешевых бабках. Как только выключится станок, начнется что-то коллапс, наверное. Вот. Поэтому, так же это отобразится на валютных динамиках. Ну, продолжим с рейтинга публичных трейдеров. Пока полный рейтинг за CME и за FORCE биржу мы не будем заглядывать. Здесь, в принципе, есть что посмотреть. И за эту неделю она достаточно была сложной, тяжелой. очень много манипулятивных движений было. Я думаю, те, кто работали сегодня, вчера на индексе RTS, прочувствовали это очень-очень. Да и на рубле, кстати, тоже хорошенько. Так, крутая сделка по SNP закрыта на покупку. Вода закрыл. Он частенько радует такими шикарными маневрами. Весна также такие были с просадками большими покупки. Но вон еще, в принципе, тут 58 контрактов он не висит. Такой плюсовой зоне стоп-лосс. Отличные были заходы на бай по самому минимуму недели профи 2015. Лишним было, конечно, шортец на самом пике перед закрытием. Удивил очень Ямайка 72. Четвертое место заслужено. Даже я бы отдал ему третье место. Хорошее, точное по делу открытие. Аккуратное сопровождение. То есть, ну, опытный. Плохой, дребезжающий. Вроде тестировали, но нормально было. Так. Карлос тоже заслужено. Были, конечно, промахи. Это ловля вот этих максимумов. Вечная проблема всех трейдеров. Либо падающие ножи, либо вот каждый максимум обязательно нужно взять. А так, в принципе, неплохо. Особенно первую часть недели. Так. Кто еще нас удивил? Да вот. Никак не могу привыкнуть к новому микрофону. Вот такой. Так. Космос тоже отлично. Мне понравилось практически, как видите, все сделки. Аккуратно, с тактом, с четко, с расстановкой, как положено. Ну, в принципе, и все. Это по СНП. На Ортесе тоже были тут таланты. Так. Плохой звук. Ну, сейчас еще чуть-чуть попробую. Уже четыре микрофона сменил. Каждый раз плохой звук. Я не знаю, нет идеальных микрофонов, наверное. Так. Так-так-так-так-так-так. Просто нет. Ну, может, записи будет получше. Не знаю. Так, давайте так попробуем. По РТС первое место заслужено Сереге 343-го. Единственное, жаль, вышел и покупку понедельника. Просто застрелил прям с ходу. Можно было еще держать и держать. Там не было даже причины ее фиксировать. Точно так же с продажей 13-го числа. То есть, вот две эти сделки. Больше ничего не нужно было делать. Отлично проработал. Вот. Второе место. Валарго появился недавно трейдер. Отлично работает. Нравится наблюдать за техникой. Видите, аккуратненько. Сколько здесь. Раз-два. Четкие продажи по одному контракту. Покупка, видно, забыли сопровождать. Оставили на ночь. Закрытый небольшой убыток. Ну, в принципе, там можно и без убыток было выйти. И, то есть, без каких-то сложных и тяжелых рисков. Если не получилось, сразу выход. Ну, такой вот с респект. Такие трейдеры будут долго жить, существовать на рынке, радовать нас своими сделками. Макс также не сдал позиции. Отличные были покупка. Вот в понедельник, как раз вот если бы Серега такие, так покупку сопровождал, был бы просто недосягаемый на первом месте. Вот. То есть, у Макса тоже отличная тактика. Техника. Респект. Стоунхард уперто в стронг бай. Без каких-либо фиксаций. Зашел на покупку. И вот один контракт висит, похоже, на выходные. Вот появился Billion Pro. Интересно зашел. Здесь контракта висит в плюсовой стоп-лосс на выходные. То есть, технично. Без каких-либо даже возражений. Так что продолжайте работать в таком же режиме. Интересно будет понаблюдать. Студент Rixos тоже стронг бай. Возошел 13 числа без убытки. И на выходные оставил позицию на покупку. Ну, будем смотреть, как там Газпром и Сбербанк на следующей неделе будут атаковать уровни сопротивления объемные. Мы сейчас на индексе RTS это рассмотрим. Ганди тоже такие были вот движения. И на покупку второй раз зашел сегодня. И Жмурик. Вы тоже студент. Но, в принципе, потихонечку-потихонечку все лучше и лучше. Рубль. Даже не буду заглядывать. Там, если не ошибаюсь, два трейдера выжили на этой неделе. Остальные все либо в нуле, либо в отрицательной зоне. Давайте не будем расстраиваться. Пропустим фьючерс на рубль. И на Еврике тут у нас без комментариев. Вот. Life is too short. Первое место я выдал. Хорошая, аккуратная тактика. Есть, правда, немножко рисковые сделки. Но кто не рискует, тот не пьет шампанского. Так. Здесь группа 1. Вот такую хорошую покупку протащили. Потом здесь чуть-чуть. Вот появился трейдер Diesel. Интересно посмотреть. Есть хорошие, но есть вроде как бы и неопытные такие сделки. Которые, в принципе, можно было избежать. Но понаблюдаем. Продолжайте. Интересно смотреть. Так. Кембран. Хороший был бай. Но вот с продажи как-то уже забыли про нее. Председатель короткий шорт. Ну, в принципе, и все. На фунте. Сейчас гляну. Там вроде тоже не особо большие победы. Да. Вот. На золоте. Там, конечно, сражение было на этой неделе. Вот. Можно выделить пав трейдера. Протащил покупку 13-го числа. Аж до 14-го до максимума недели. И снова зашел на бай 15-го. В общем, то ПАВ, то М8. Делит первые места. Карлос еще иногда попадает. Ну, и Life is so short. Вот такие 4 активных трейдера на золоте. На нефтянке там тоже не особо большие победы. Ну, неделя была непростая. Так что те, кто вообще закрыл неделю в плюс, это, в респект, это уровень. Ну, вот, в принципе, такой вот рейтинг. Так что присоединяйтесь, кто недавно с нами. Участвуйте. Абсолютно открытый рейтинг. И принять участие может любой. Так. Ну, начнем с S&P. Где у нас тут дневной интервал? Значит, 21.20 сегодня прокололи. Как видите, ликвидность уже 12.15. Но ликвидностью особо крупной и не пакнет. Возможно, это был прокол на снятие стопов. Последние две сессии были не на особо высоких оборотах. Такие опережающие индексы по этому инструменту подсказывают, что уже бы пора корректироваться. Нефть. Ну, я вроде смотрел, там по нефти не было каких-то сверхинтересных сделок. Сейчас, ну, пропустил. Может, кого. А, американец. Да, американец, это точно. Американцы пропустил продажу, была просто шикардос. А вот с покупкой надо было, наверное, все-таки повременить. Сразу с таких движений на шорт зайти резко на покупку. Ну, в принципе, все. Тут больше некого выделить. Поэтому нефть там американец только отличился. Так. В принципе, надо ликвидность, чтобы толкнуть выше котировку. Ну, вот в среду могут до среды как раз и болтаться в районе там 12, то есть 2108, 2115, 2118. И под среду как раз Фомку, может быть, по четверг под Jobless Claims качнут. Вот. Либо будет прощальный такой маневр там 21, 24. Посрывать уже всем стопори и потом корректироваться. Либо наберется действительно ликвидность, вот как в начале, в конце, вернее, апреля на пробитие котировки. Ну, в принципе, они свою норму выполнили. Всю весну протащили индекс на север и вполне большие шансы, что лето уйдет вообще просто в спячку и будет боковик, если не будет никаких глобальных сильных триггеров. Вот. Так что покупать уже как бы нет смысла уже, а вот подыскивать продажи только в том случае, если не появится ликвидности. И они, в принципе, я думаю, все-таки под Фомку какую-то бяку сделают. То есть, срывают стопори перед продажей, коррекцией. Может быть, даже пойдут на рост. Ну, в общем, пробитие вот диапазона четверга плюс пятницы. Мы их выделим сейчас на 15-минутном интервале. Это, ну, сразу все сценарии на продажу стоит отложить и наблюдать за дальнейшим северным движением без ликвидности. И, в принципе, фундаментальных на это подтверждений. Там отчеты идут не очень по штатам, но как-то они на напечатанные бабки это все толкают. По дельте, в принципе, подтверждается. Вот, толкнули на север 14-го числа. Там тоже не особо большая ликвидность была. Порядка миллиона сто. То есть, ну, чуть-чуть ниже нормы, но не аномально. То есть, чтобы толкнуть выше максимум контракта, надо не миллион сто по S&P оборот за сессию. И как раз дельта в районе там 26 тысяч, причем основная часть у нас сосредоточена вот в этой локации. На это вот обязательно обратите внимание. Могли затариться там как раз теми, кто шортил максимум контракта, собрать всех селлеров. И, в общем, если в понедельник, вторник особо сильно не уйдут от вот этого размещения 21.16, 21.18, Ну, можно воспринимать это как размещение самых хитрых из евреев и мониторить на предмет дальнейшего роста. Ну, пятница, как видите, на фактически нулевой дельте. Байеров пока не видно. Здесь нужно учитывать и сброс перед выходными покупок, которые за четверг достаточно многие интродейщики, наверное, открыли. Так что, ну, на максимуме контракта удерживать котировку в боковике спокойно. То есть, нет никаких особо серьезных признаков на рвение селлеров толкнуть ниже котировку. То есть, Байер, похоже, что есть. Поэтому аккуратнее там с шортами. Я думаю, как раз по среду там будет хорошая такая подстава и выброс стопорей. Так, по открытому интересу, как видите, не скидывают позиции. Буквально вот снижение 11-го, там 12-го и 13-го наоборот вызвало закрытие позиции. Как только начался рост, сразу начали набирать позу. Не топ, но и не минимум по активности. Поэтому участники все-таки есть. Так, ну и давайте рассмотрим сейчас за неделю вот эти вот активные уровни. просто вторник. Вот таких вот моделей не так уж и много можно найти. Но это в чистой воды манипулятивная такая боковая пила. Вот, ну на всякий случай все равно не захватим в качестве массива на поддержку. Возможно еще раз, потому что у нас такую пилу включается. Так, ну штаты загрузили там и не толкнули выше среда. Плюс, ну там даже не получилось добавить среды перед четверг. Они, в принципе, открылись выше максимумом среды и сразу же пошли на север. У нас какая-то супер уверенность и супер спрос. Поэтому четверг тут наиболее интересен в этом плане. То есть, относительно среды они, ну, фактически даже не корректировались. Здесь у нас ядро. 21 на 4, 21 на 7 с половиной. Тут мы добавим 4 баксов. И ориентир на понедельник это вот как раз ядро 4-гарных пятницы. Не похоже, да? Согласитесь, это на модель на шорт. Слишком уж как-то просто, да? Ну, в принципе, модели на шорт не так часто можно увидеть. Причем на максимуме контракта, да еще и историческом максимуме. Заходят прям сверху как бы на уровень четверга. То есть, пока удерживают котировку вот в этом диапазоне, с продажами могут быть проблемы. Так что предупреждаю и не забудьте. Потому что очень пахнет коварным, коварным планом. В районе 21,2 идет среднесвешенная цена. Ну, грубо говоря, там экватор по неделе. Поэтому, даже если будет коррекция в этот диапазон, следите, следите, следите. Так. Ликвидность не особо большая. Ну, под новостью они могут еще чуть-чуть толкнуть. Так, быстренько пробежимся по PSX. Ну, Германия отчиталась по квартальному ИП не особо. Ну, вот, у них из этого дрейф атаки не вышли. Даже текст драги о том, что станок не выключат пока. Должен был бросить позитива спекулянтам. То есть, это дешевые деньги. Значит, их можно кидывать в стаки. Либо еще в какие-то рисковые активы. Но, массив пока такой плотный по ликвидности не преодолели. Поэтому, есть все шансы, что все-таки они остепенятся. Возможно, уже с начала следующей недели. Поэтому, аккуратнее. Тут как раз 14 на 5. Здесь вполне похожая ситуация на сброс байеров. И пробитие как раз вот 36. Это будет уже такой финальный свисток. что идут на север. Пока есть дешевые деньги. Их можно кидывать в фондовый рынок и ждать прибыли. Ну, перед летом, наверное, не особо охотно будут кидывать. Вот весной и осенью они это делают просто вот на ура. Вот такой плотный массив 3624-3671. Такой ключевой. Он не основной на FSX в этом контракте. Поэтому, даже если рванут, неспособность пробить этот диапазон говорит нам о том, что уже даже халявные бабки не заставят спекулянтов покупать рисковые активы. Ну, давайте DAX еще быстренько для ним. Идентичная картина. То есть, вот активность, которую следует мониторить. Как раз вот этот диапазончик. Тут плотно поработали. И вот 29-го там тоже отличились по ликвидности. То есть, пока не уронят ниже там 11300, есть шансы, что они услышат драгу, который призывает покупать на напечатанные евроки. Так, вот 11650, 11700 в качестве уровня сопротивления. Здесь, видите, уже раз до загрузка была. Потом две сессии сражались с наэтом стопов и еще полторы сессии буквально недавно. И сегодня прям протестировали, как будто вот надо было сходить на этот уровень. Вот между двух огней так и оставили на этой неделе DAX. Опять же, в среду платформу все это раскачают и аккуратненько, аккуратненько выйдут из этого коридора. Электричность идет ровная, не пониженная, поэтому желающих там зайти будет достаточно и достаточно. 11895 по 1275. Основной диапазон, ядро контракта стоит выделить. Позиционно вот эти покупки, скорее всего, притормозятся. Как раз вот в районе 12-й по DAX. Идекс RTS. Так, плотненько-плотненько стоим прямо на максимуме. Сейчас мы выделим эти диапазончики. Здесь так ступенчатого ритма идут на север. Вот. Но я бы тут еще бы выделил, собственно, основные акции «Газпром» и «Сбербанк». Сейчас мы их посмотрим за достаточно длительный период. И вот они пришли к таким важным уровням. То есть, 104.300, 105.700. Здесь просто мега массив. Уже где-то из пяти сессий. Пока торгуемся выше, это позитивно. И ликвидность хоть и падает с каждой сессии, но, как видите, удерживают и удерживают. Давайте лучше посмотрим. То есть, RTS у нас на максимуме… Куда ты пропала? 107.500, да? Ну, там 108. И в этот же момент две крупные акции «Газпром». Давайте возьмем на интервале неделя и где-то вот два года. Попробуем подгрузить их без проблем. Спасибо за Алерт. Да, вот, смотрите, чуть-чуть еще нужно подгрузить. До сентября, наверное, 2012-го. Итак, это с 2013-2012 года котировка объемная. То есть, все объемы за это время. Интервал недельный. И, ну, вот мы были на 167-164 в 2015 году. Можем еще на тот уровень прийти. Но ликвидность оборотов за сессию по сравнению с 2014-м годом достаточно низкая. Это раз. То есть, здесь нет особо крупных каких-то сделок, прям ажиотажных каких-то оборотов на потенциальное расширение котировки выше. То есть, толкать дальше Газпром нужно топливо. И топливо очень-очень много денег нужно. То есть, как видите, ликвидность последние три недели идет очень такая низкая. То есть, пока не идет загрузка. То есть, ее нет фактически. Пока мы ее не увидим, хотя бы вот 30 миллионов там за неделю оборотов. Вот сейчас идет вот в районе 11, в три раза меньше. Поэтому вероятность толкнуть выше, она сейчас низкая. Пока не начнет ликвид заходить и по стакам не будет видно, что пытаются все-таки там талиться. Ну, соответственно, и РТС не должен пойти выше. Поэтому, ну, присмотрите. Сейчас еще Сбербанк точно также подгрузим. Так. Давайте Грид уберу, чтобы не мешал. Так, Сбербанк тоже вот у 80-й был. И дальше у нас просто вот, начиная с 2013-го, здесь сильная массивность 80 по 75. Раз, два, три. Три раза уже не могли преодолеть этот диапазон. И опять же, все было тип-топ, пока мы шли на север. Вот последние три недели опять пониженные обороты. То есть, пришли к ключевому уровню и нет ликвидности, нет активности объемной по крупным сделкам. К сожалению, нет подтверждения. Вот. Поэтому, как только появится, так сразу. Вот. Ну и прощание. Вот такая вот формация настораживает тестирование 80-е. Причем под линеечку. Видите, сколько недель. Такое ощущение, что вот, видите, здесь точно также три недели не пускали выше. 77 с половиной, 78. И, ну, здесь, ну, еще если ниже 73 с половиной начнут уходить, то, наверное, коррекционный момент какой-то будет. Либо Сбера уйдет в боковик. Ну, это с точки зрения объемного анализа, возможно, взгляд у вас другой, но я бы на следующей неделе очень внимательно следил, как стаки будут себя вести на данных уровнях и относительно РТС также. Возвращаемся на дневной интервал, индекс РТС, текущий контракт. Ну, здесь потолок фактически 104-300, 105-700, такой широкий диапазон. Это вот проверочный уровень. Если будет РТС удерживать выше этого диапазона, еще есть шансы толкнуть индекс РТС выше. Но, опять же, нужно подтверждение фундаментальных вот вещей, которые... То есть, индекс РТС – это фактически сводная фондовая рынка России. Ну, если Сбера и Газпром не идут выше, то куда уже РТС собраться. Вот, поэтому уровень 104-300 и 105-700 как раз вот на проверку на следующей неделе будет подвержен и протестирован. Могут создать коррекцию до 102-103,5, там все-таки опять подобрать индекс. Тут хорошая площадка с 5 сессий. Ну, и уже контрольный, там последний блокпост – это 98-300-104, ой, 100-400. Такие три уровня поддержки и... Будем надеяться. Так, по дельте... Тоже такой плюс-минус, нулевая, то позитивная, то отрицательная. То есть, пока не разобрались. Но сегодня под завершение дельту вы вытащили все-таки, ну, на плюс 6000. Ну, в принципе, с этим флэтом, который был, это просто невероятно. Вот. Как видите, толкают индекс постоянно дельта. Дельта высокая на покупку, но сразу же меняется с селлерами. То есть, дельта на покупку сразу же идет атака селлеров, потому что это потолок. И толпа заходит, и желающие прокатиться на шортах хотя бы на две недельки. Достаточно много. Плотно, очень плотно идут на север, и это... Ну, рано или поздно коррекция будет. Просто вот как раз такой момент, что и стаки не могут. И... Индекс РТС против стаков... Ну, полсессии может идти, ну, час, но не неделю. Вот. Поэтому присмотритесь, как бы... Интересный момент. И можно попробовать его использовать в качестве... Так. По открытому интересу, как видите, интерес не особо ажиотажный. Еще скептически относятся к текущей ситуации на индексе РТС. Но... Вот... Две сессии даже что-то открывали. Тринадцатая и четырнадцатая. Но, как видите, они были на снижение. Вот снижение уже воспринимают, как бы... Пошел РОС, сразу же пошли в стопори. Поэтому... Ну... Уйдут ниже сто три пятьсот. Я думаю, начнется... Ажиотажный заход толпы. Ее начнут скидывать. Поэтому... Постарайтесь туда не вляпаться. И... Переждать, пока толпы начнут снимать. Так. Ну и спекулятивные уровни. Так. Втолкнули цену выше сто шестой. Тут среднеизвешенное. Ядро недели у нас в районе сто пять сто шесть. Такой вот... Ликвидный просто... Платформа. И... Сто семь пятьсот. Это у нас вторник плюс вот кусок пятницы. Ну, здесь, по большей части, выброс с топорей. Тринадцатого числа сыграл ключевую роль. Даже возьмем вот так вот. Сто шесть семьсот. Сто семь пятьсот. Не знаю, если как раз на этом уровне закрылась. Там вечерка еще в вагоне толкает до сто семь пятьсот. Вот. Но факт того, что раз, два, три, четыре... Четыре раза. Четыре раза не пускали ниже сто пятой. Ну, де-факто там сто четыре пятьсот. Вот. Вот. Если округлить. Я думаю, что это стоит взять в качестве уровня поддержки. Мы уже выделяли этот диапазон еще на дневном интервале. Но ядро это первый уровень, который должны удержать, если будет сохраняться динамика восходящая. Но, опять же, не поздновато ли покупать, так как прошли достаточно сильные движения. Стаки сейчас не на хороших оборотах. Вот. То есть, для покупок не самый такой хороший сейчас фон. Вот. И там, в принципе, бренд так достаточно погуливает на шорт. Вот. Ну, опять же. В среду, я думаю, все будет ясно. В общем, осторожнее. Ну, и площадка, где снимали уже конкретно стоп-приказы позиционщикам, скорее всего. 108 500. Где-то вот здесь. И 108. Возьмем так. Круглим. Хорошо. Если на следующей неделе уходит РТС ниже 105-104,5, толпа начнет заходить на шорт и могут немножко прогнуть. Все-таки создать корреляцию. Неплохо шли. В принципе, до середины мая выдержали. И это, ну, на самом деле, неплохо. Так. Рубль. Начнем со спота. Не будем тратить время. Итак. Полтосы были еще ниже. 50-20. Так. Здесь у нас сессия такая вот была 16.04. И прям вот как будто сейчас сорвутся на шорт. Тут две сессии уже. Были такие намеки. Вот. Обратите внимание. Практически не пересекались ценовой диапазон двух сессий. И вот на полтосе достаточно жестко заходит. Ну, как жестко. Не аномально. То есть, обороты не сверх, но плотно. Именно вот вокруг полтоса достаточно жестко два ядра сформировали. То есть, этот диапазон возьмите на вооружение 49-95-50-15. Так. И, ну, 49 это уже такой вот тестовый проверочный вариант. Неделю закрывают, как видите, на минимуме. То есть, в случае, если в понедельник или вторник уже это ажиотаж начинает идти выше 50-40-50-30 почему-то. Причем на сильном таком безбалансе, то мы наблюдали снятие с топорей перед походом на север. В противном случае защита на 50-65-50-15 вполне ожидаема. Ну, опять же, зависит от ситуации, которая будет в среду, как там мерикосы начнут разыгрывать карту, ну и что будет с нефтянкой. Так, давайте мы посмотрим дельту. Дельта, как видите, три сессии подряд идет на стороне байера, но не сверх аномально. То есть, видите, здесь бывает и по 800 тонн, и по 500, и по 600. Вот, то есть, три стабильно, но идут. Вот, 285-245 на стороне байера. Ну, как видите, и здесь были на стороне байера. Мне не помогло. То есть, этому еще не факт, что начнется рост. Но модель, скажу я вам, достаточно неплохо просматривается как раз на хороший такой импульс 52-й. И там уже защита в районе 50 с половиной. Вполне может быть такая ситуация. Поэтому, если за 51-й, нечаянно там понедельник или вторник, начнут там движения сильные, мощные, это будет, наверное, первый звоночек. Ну, да, еще не все, возможно, вернулись. У кого-то чуть-чуть дольше они длятся эти праздники. Но, думаю, на следующей неделе уже все участники вернутся и все расставят на свои места. Там вроде про скупку валюты были сведения, да? Поправьте меня. Так, это серебро. И нам серебро не интересно сейчас. Я сделаю проще. Мы сделаем market watch и синхронизацию только барового графика. Ну, в общем, внимание сейчас к фьючерсу доллар-рубль топовое. Причем вот эти вот сессии четверг и среда топ за этот контракт. Вот они и будут ключевыми уровнями для ориентируемого на следующей неделе. Ну, чаще всего открыт интерес максимально именно в реверсивных моментах. Но тут это валютный рынок и он просто специфический. Здесь нужно достаточно большие и глубокие знания валютного рынка. Евро. 14.60. Вот две сессии пытались, пытались. 14.55 и притихли. Массивность в районе 12.60 по 11.70. Возьмем как ближайшее ядро. Хотя основной массив сосредоточен 0.885 по 0.740. Основное ядро контракта. Это дополнительный второй по значимости. Жесткий возврат как раз вот к этому массиву. Потом еще и флетик на этом уровне. Ну, таким неплохим признаком слабости байеров. Вроде неплохо просматривается линия тренда. Вот. И как раз если ее пробьют, то останется только у тениже 11.70. Вот как раз среда-четверг уже немножко повыше стальные обороты. Возвращаются с каникул спекулянты. Но, если правильно показывает котировка, висят на максимуме и всю сессию практически висят на максимуме контракта. Значит, там байеры есть. И, возможно, это еще не последняя цена максимума контракта. Раз там висят на макушке, значит, там покупки есть. То есть, так был бы дисбаланс и уже давно сиганули на 12.60-12.80. Вот. Поэтому, понаблюдайте, как будут относительно 13.50 себя вести. Ну, представьте себе, идти с середины апреля, вот месяц идут на север, уже середина мая. Ну, вот единственное, что там были коррекции, это вот эти три сессии. И то они не особо были на жестком шорте. Верно? То есть, тут стандартные три сессии на снижение и все. То есть, не какие-то аномальные, как вот здесь, либо вот здесь на покупку. Стандартные три сессии на снижение. То есть, таких существенных коррекций не было. Месяц тренда на бай. Поэтому, просто так они не сдадут эту точку, даже если будет формироваться шорт. В общем, аккуратней там. Так, это у нас дневной интервал. Ну, давайте заглянем все-таки на дельту. Вдруг там что-нибудь аномальное будет. Вот. Вот. И вот уже пытались сформировать начало шортов седьмого числа. И вот толкают, видите, здесь все меньше и меньше участников на расширение диапазона выше. И сегодня, ну, это ожидаемо. Дельта на стороне селлера. И здесь оно в основном здесь сосредоточено. Ну, в общем, возьмите на всякий случай. Вдруг будут сильно удерживать понедельник этот уровень. Вот. Понаблюдайте. Вот эту локацию 13.30 возьмите на всякий случай. Здесь порядка 1126 контрактов за покупками. Вот. Ну, ажиотажно байеров не особо видно. То есть, дельту толкнули. Буквально следующая же сессия уже притихли. Ну, и сегодня нулевая. Ну, нулевая – это, мягко сказано, на максимуме контракта, на максимуме недели, там должна быть очень существенно отрицательная дельта с учетом выброса, вернее фиксации покупок, хотя бы даже внутри недельных. А всю эту фиксацию перекрыли байеры и дельта держится нулевой. То есть, это очень настораживает. То есть, я думаю, что понедельник сразу шерсты не начнутся очень так в открытых. Будет какой-то подвох и, наверное, будет мучить до самой среды. Вот. Видите, что творится? Котировку с 13, даже, ну, пускай 14.00 по 20, ну, давайте 30 возьмем. 30 тиков в ECL просто ликвидностью и удерживают выше. На секундочку. То есть, если бы это были селлеры, уже, наверное, были на 13.60, а то, может, и ниже минимума в пятницу. BC на максимуме. Либо манипулятивные удержания у максимума, чтобы уже всех там поворовать по стопам. Ну, эта точка будет точно в понедельник. Интересно вам. В общем, пока не уйдут ниже 14.01, есть шансы, что это будет загрузка на покупку. Когда уже отпустят за 1.14, там у нас получается, такая же идентичная схема была 13.00. Вот они загрузили здесь в движении сильно, уж спешили, прям в котировке рассыпали по всему диапазону. вот уровень. И вот здесь вот загрузка, прям с открытия инсайд поступил, и вот они погнались. вот такие вот три интересные локации. как раз вот они и будут нам как уровни поддержки возможны. И если их будет жестко и быстро и спокойно пробивать, то это будет, ну, как раз будет подтверждением того, что манипулятивное движение на максимум было. ядро, вот такая двухъядерная неделя 12.25-12.60, это торминг плюс ряда, и ядро 14.01-14.30, уже максимальный объем за неделю мы принесли как раз на четверг плюс ряда. Так, шортить опасно, ну, слишком уж просто, так сказать. И если толпает сиганет на эту прикормку, то все равно поплавится. А вот на фунте сейчас как раз ликвидность в начале мая очень сильно выросла, ну, и держится на серьезных оборотах. Вот 13 числа была одна из топовых сессий в этом контракте, это у максимума. Я специально смотрел и открытый интерес, там очень высокий открытый интерес по фунту. Делаем 16b. Ну, звук, я не знаю, сколько микрофонов нужно купить, чтобы получился нормальный звук постоянно. Так, вот видите, набирают всю неделю. Сначала каждая сессия больше, больше, больше. не топ, тут было порядка 192, здесь 18.6, но все равно. Интерес очень высокий, и давайте возьмем этот коридор как раз 56.43 и по 57.80. Вот этот диапазон, на который стоит обращать внимание, даже чуть-чуть грубовато, вот 56.6, даже не так, 56.66, так будет правильней, и 57.83. Так, ну вот, похоже, активность была красной минимуме. Сейчас посмотрим на фунт. вот такая вот дельта на фунте. Правда, это тикдирек, мы сейчас агрессор включен. Сегодня была 7 тонн на солдере. Невероятная активность непосредственно. вот самая такая священная часть. 57.05, 57.90, да, видите, здесь минус 7, минус 5, минус 3, и она вот стабильная такая вот с начала мая. Давайте сейчас спекулятивный уровень отметим, раз вам не нравится микрофон. Так, были на четверг уже в районе 58, там мой сильчик, я думаю, вы уже увидели. 57.08, и, скорее всего, прощаемый такой жест, подтверждение, пробитие 57.07, 56.36, это вот оно. 57.07 и 5.36, то есть, в понедельник, если прошивает этот диапазончик, то, возможно, мы видим начало нисходящей формации. Либо коррекция будет, либо полный разворот. Ну, месяц впереди еще, поэтому было бы классно, если бы начался такой нисходящий травм по фронту. 56, ну, это вот загрузка. Здесь в понедельник загрузка, интересно, 55.30 по 55.61, вот тут как раз и грузили на покупку. Все остальное, это был сбор толпы. Ядро 3.6, 57.07, вот, и уровень сопротивления 57.80, 58.01. Вот на него как раз и понаблюдайте. Очень агрессивная защита со стороны байеров в районе 3.6, 57.07 должна вызвать у вас подозрения насчет шертов, потому что этот уровень нужно пробить и обязательно. Так, ну, нефть, быстренько нефть, чтобы не мучить вас микрофоном своим, звуком. Значит, такая площадка прям платформа 58, 56. Если нефть пробивает этот уровень, то с продолжением восходящей динамики уже проблемы. То есть спрос уже не такой высокий и, в принципе, напрашивается коррекционный момент. Ну, пока удерживают выше вот этой локации. Здесь уже раза 4, 58, 59, 59.5 удерживали нефть от начала нисходящей динамики. Ну, вот видите, два раза уже не пробивают 61, 61,5. В общем, присмотритесь, и ликвидность немножко подупала. Что? Ну, в среду 100% начнут раскачь. Так, где этот у нас бренд? На бренде идентичная моделька выстраивается. У нас платформа контрольная на пробитии это 64,5 и 65,5. Если пробивает, ну, еще надежда на 62,5 и 63. Если уже ее пробивает, то точно уже, наверное, начнется нисходящее. Подтащит за собой и Газпром, и РТС. Вот, ну, собственно, такая вот печаль. Риквидность немножко подутихла на нефтянке. Но еще есть надежда. То есть, еще не все потеряно. Золото. Так, золото. Так, вот такой вот был трехдневной рост. И пятница висит на максимуме. Вполне есть шансы на сохранение динамики. Ну, желательно, чтобы не ушли ниже. 12,08, чуть-чуть вот даже 0,9 и 12,15. Будет удерживать принедельник, могут дальше толкнуть цену. Ликвидность, в принципе, позволяет это делать. Вот, на движение к 12,12 была, наверное, топовая ликвидность за квартал этот весенний. Ну, а площадка является ядром и уровнем поддержки 11,80. Любимый уровень Монако. Где-то пропал 11,95. И вот здесь, да, вот здесь, да, вот здесь. Так, 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 вот у нас дельта. Сейчас посмотрим на золоте. Ну, вот дельта идет активная, особенно на максимуме. С учетом такого движения дельта пятницу, видите, нулевая. А должна быть отрицательная. Так, ну, в общем, возьмите на заметку. И открытый интерес по золоту у нас на самом таком печальном. Выходили вот весь этот коридор, фиксировались. Здесь достаточно так существенно произошла фиксация. И рост также шел на фиксации. Давайте в следующий раз, Максим. Тут микрофон плохой попался, вот. В следующий раз будет лучше микрофон. Ну, посмотрим за год котировочку. Всем спасибо, что пришли. Хороших выходных. Будьте внимательны на следующей неделе. Достаточно такой важный и переломный момент, даже можно сказать, на многих рынках. Не пропустите среду, четверг. Так что вот именно ключевая точка на следующей неделе будет в эти дни. Всего хорошего. На Фейсбуке принимайте участие. В группе Wall Street Online. И жду вас в следующей пятницу. Посмотрим, чем этот кошмар весь закончится. До свидания. До следующей пятницы. Пока.